ребята заро как настроение весна приходит солнце светит настроение супер так вступление будет ну и вот когда служил в армии 10 11 год и когда приходила весна и такие были чувства довольно странные это редкое чувство чувство радости и чувство немного знаете так тоски это весной такое бывает приходит наверное не только у меня и вот довольно таки два смешанных чувства вот сейчас вот когда уже приходит солнце то есть у меня тоски нету а вот в армии было но вообще никогда такие смешанные два ярких чувства довольно странно но в целом круто больше вот я такого не ощущал сейчас только вот либо когда плохо да что-то либо когда-то хорошо так что вот не знаю как то вот некоторые какие-то моменты могут в жизни до влиять то есть и радости тоска а в целом месте довольно приятно ну вот то есть когда я делаю убилд конечно у меня тоски нету ну да скажем так когда я делаю плохой билд у меня приходит тоска но это так уже грубо сказано а когда делаю нормальный гир то тоски у меня нет у меня только радость да ладно это было так вступление ну чё затестил я джага так будет инфы наверно будет сейчас много смешанной инфы но я думаю что то полезное для себя вот джаг это та же сборка которая была на слэйере в прошлом видео вообще собрано один в один только я тут заменил перчи да конечно там ветку переделал вот так ладно как я и говорил слэм можно заточить джага затанчить слэм сируса это стартерский гир прикиньте смотрите насколько а надо видео убавить вроде я микрофон настроил кстати шума не должно быть слэм сируса на джаге стартерский гир то есть прикиньте смотрите как произошло у меня даже форта слетела потому что я стоял там тупил в афк а так если в обычном реальном как бы времени я должен был его бить 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 но он бы с блять отъехал как бы урона много но не получилось бы мне станчить и вот и получается я его даже без форты принял а так его с форта я принимал первый слэм прикиньте без форты еще и остался запас но я здесь взял усиленную фласку которая вот самая у меня правая которая дает 20 мор брони и просто я взял усиленную и когда потому что у ней 40 60 зарядов я ее взял еще одну и вот когда он не кидал слэм я ее еще до кучи поражал так а первый слэм я по-моему принял вот этот слэм я принимаю под форты до форта висит и шелл езда ну чё нормально и оказывается нашел я у джага знаете какой прикол если играть на комплекс травме сейчас на джаге использовать мультистрайк а мультистрайк использовать надо потому что мультистрайк сейчас синергирует с комплекс травмой очень круто и в сумме получается дпс крутой с обычным не вздумайте ставить только комплекс и по итогу знаете как стало происходить джаг сейчас себя стал очень плохо регенит вообще плохо он себя вообще можно сказать не регенит я когда вышел на мапы я такой думаю что-то иногда прилетает ник ну не прилетала дефонса больше чем у слэра не намного больше но побольше вот прилетает нужно брать оверлич прикиньте но за счет такого высокого апс а какой-то у него дпс не тот который у слэра чё-то дпс меня расстроил но хотя это ладно это стартерский гир в целом нормально но вот без этого мастере чё-то как-то слабовато он себя регенит потому что вот мультистрайк он слишком разгружает травмы но за счет этого бил получает куча урона смысла нету разменивать то есть вот нюанс я нашел на джаги я им же уже сколько давно не играл а старый бон шаттер был другой чё по дипсу ну тут конечно все прокнуло и берс и вал тотемы и адреналин там и он слот все вместе так убер мэйван ой убер обычно обычная моего обычный да вот я обычный поставлю это сейчас обычно я поставил это типа тест и в перчах клич стоит и лайфтап он подрегенивает эти так чё обычный сколько стакает и мультистрайк я убрал 28 травм на 28 травмах это точно уже больше чем комплекс но чё-то все равно как-то как-то не на дипс то нормальный я просто зажрался так а вот это комплекс травма с мультистрайка больше или не больше ну вот как бы но как было заметно когда я был в луже пошел диген а дигена было быть не должно потому что даже тут дело не в дот снижение регенерация должна быть вот за счет комплекс травмы плохо джак себя стал регенит а за счет этого по сути страдает и вот дефенс и как сейчас быть я пока не знаю один вариант вот сейчас так что вот такой вариант берете инстант личи в целом помогает хоть на обычном он шоторе хоть на на каком вот но вообще лучше вот как я его и раньше собирал сейчас покажу что примерно вот ну в целом нормально но как я мог такое сказать по моим ощущениям при одинаковых бюджетах как лик стартер прикиньте слэйр получился лучше раньше проблема была у слэйра 1 потому что он травму не держал потому что был бон шаттер очень сильный чарка была ну даже ладно если отказаться было чарки а так спит был слишком большой и после 20 травм все слэйр не мог держать а у джага были такие с энергии вот а у джага были такие с энергии что у него получается форбиден и вот эти были плюс у него самый ps большой от силы от меткости плюс был бонник на атак спид и в сумме у меня стакалась бывало 70 травм и 70 травм давали 70 атак спида вот и за счет этого джак мог регенится по 14 тысяч а бывали такие лиги настолько лютые что я даже брал вот этот нот потому что он у меня вообще уходил даже в 100 травм а особенно для дел в это был просто лютейший чел я аж даже брал divine шилл собирал на перчах на ботинках просто чуть-чуть энергощита буквально там 50 40 и все и в сумме это получалось круто я даже так лигу на хака отыграл какую-то там ну и получается вот то есть лик стартер может быть на комплекс травме но приходится это вам инфа на будущее кто на джагах игра берите инстант лич либо здесь либо здесь потому что реально какой-то реген у него слабый и вообще хоть и дефанс есть прилетает сустейнов мало а раньше чем бойник был крутой потому что сустейны были у него очень хорошие а сейчас без сустейнов это не то пальто которое должно быть а обычный бойник он в макс гири в любом случае будет лучше то есть вот обычный бойник и все duration и забираются делается поиска раптом на duration и травы получается 10 сек и получается все и вот он начинает валить он и начинает регенить конечно не так как старый но в целом нормально а так вот то есть 30 он сейчас вообще спокойно стака вот в таком в таком сетапе и регенит он уже себе хоть нормально то есть если вы будете но и уже если вы будете регенится когда уже будет обычный макс гир шаттер то вот это не нужно инстант лич но для стартера реально нормально потому что сейчас жак себя очень будет плохо регенит если вы будете использовать комплекс травму и мульти страйк а если вы это не будете использовать у вас здесь будет плохой вот в чем дело то есть получается ну вот такие нюансы долик стартер slayer получился лучше я сейчас сравниваю с точки зрения одинаковых сборок не максов в максах джак это отдельная тема слоера нету максов это просто лик стартер хороший а джак может быть и лик стартер и собраться в максы как бы пойдет но учитывая что тут слетает чармы учитывая что тут слетает фрэнзи чаджа у меня у джага были лютые чармы чем не тут но это но у меня чуть другие были кулинг и френзи еще но у меня были другие то я что-то тут кита ну то есть и вот фрэнзи я не могу выставить потому что у меня их нету раньше фрэнзи были на бладрейджа и ставили энханс и там было четыре процента но так как у гиро был очень большой апс он стакал спокойно даже на боссах три чарджа и то есть вот получается дпс у него остался это еще и на макс на макс рейджах это когда адреналин будет прокать он он там бывает сейчас он стал хуже чуть прокать кстати дакос комплекс травмы адреналин еще будет хотя нет то же самое разница нет как он будет прокать до сперчить вот этих ну пойдет но учитывая вот сколько здесь вложений ну будем считать 80 100 и смотря на все это раньше я не мог аналог сделать за такую же цену джагу чтобы он имел все остальные показатели ну его то есть я все сравниваю в цифрах сейчас дело не то что кому-то там нравится боншаттера кому-то нет я сейчас сравниваю с точки зрения цифры эффективности насколько это будет работать то есть каждый выберет сам боншаттер там или молтен страйк или еще что-то с точки зрения цифр я говорю то есть я не навязываю свое мнение что лучше а что не лучше это сравнение просто сравнение именно что сильнее в чем а что слабже в чем это сейчас не сильнее в том то что другое бы я собрал на джаги и один из вариантов моей голове на данный момент может быть даже стартануть на джаги сделать вот другое сейчас покажу до альтернатива лично я считаю это будет более правильно и более разумно да вот он мама разница тут по дефенсу лишь то что форты нету она этом гири есть форта все остальное по сути здесь тоже самое армора чуть побольше на здесь тоже это уж там нет не сильно критично вот но у этого гира будет sustain просто лютейший потому что здесь когтя молтен страйк с плоским личом дружит вообще жестко я вам просто это показать не могу и тут и дипса больше вот в чем дело и клирить он будет не хуже а это я поставил может что в сперчи видел да то есть вот такой один из вариантов лично я так думаю стартануть на бойники и собраться вот в это это тоже так стартерский гир тут ничего сложного нету тем более и этим не играли три там четыре года назад откуда кому что знать что тут есть ну то есть это тоже по сути недорогой гир вот такой вариант лично в моем понимании более разумный и даже для delva он тоже будет нормальный 98 ну да не знаю если ему уж инстант лич взять то это вообще будет люто то есть лич тут будет сумасшедший да как бы это не стабильный дефонс да это не овер лич вам как у слейра который если запущен что но когда вы бы хотя как бы как минимум вы будете бить где-то танчить что-то у вас будет вообще нормально и тут хоть урон адекватный ну да вы кинет мульти страйка у меня нету ну смысла сюда его нету ставить соотношение наверное неправильно не такое это уж слишком ну 1 из 7 ляма ну я считаю что считаю что он нужен так что вот наверное я бы лично склонялся на эту сборку она в любом случае будет лучше либо вот собираетесь вот так через duration с пояса корабль на duration и на обычном боннике тогда но вот не здесь дипса побольше будет я просто конечно цифры занижая лишнего то не выставляю конечно у вас в делви там тоже будет вылетать ляма по 20 можно там набрать даже 25 там под берсами подвалами иногда да будет но по факту даже бонник сейчас будет дороже чем вот эта сборка вот в чем дело потому что в любом случае бонник это мета и те вещи которые там они будут местами дороже а это а это не метод так что вот ну не знаю это тоже не уж прям обязательно это я так для галочки то есть может сюда вообще засунуть мигалосов вот таких мигалосов и засунуть проджи и еще дефонса то есть тут вариантов много просто чё скинуть вот это я вот и не знаю какие-то вот этот дуал может скинуть и взять сюда прочь убрать вот эти вообще форбидены то есть они тоже не обязательно нужны это дает да в целом удиодоваться нормальную этого гира то есть обычные боссы его бить вообще не будут уберы ну для уберов во первых даже дипса мало ну каких-то ладно уберов он так закроет чисто для себя для галочки вот такая была инфа так что вот бонник поймите что теперь он не будет как раньше и нужно двигаться я думаю более сильным вариантом а слабыми вариантами я играть не хочу так что вот так как здесь такого у вас уже не будет в бюджете там стартовом вот видите 7070 там то есть смотрите он просто уносит боссов и симуль вообще и это обычный стартерская сборка тут ничего нету каких-то супер максов такого часа у вас не будет вас будет в два раза меньше дипса даже может ну да в 2 наверно 90 вон 90 ну просто 90 вот смотрите он просто шатает все и за счет этого он регенится потому что физазе сделано так и все это в сумме работало настолько идеально на джаги что замены я ему не мог найти поэтому я и не делал ничего особого на джаги потому что ну ему равных не было потому что вот была чарка и был апс и в форбиден и берса они ему никак не вредили на на дефанс хотя эти форбиден и очень капризные их использовали в редких случаях изначально когда этот гир вообще сделал я один был на сервере кто так играл на летал прайде и эти форбиден и вообще стоили там блять по 50 хаус там вообще первая сборка она вообще стоила 0 рублей 0 копеек потому что никто на этом не играл в лиге вот лига 320 санктон либо в этой лиге либо в 319 они изменили джаггернаута и они изменили перерасчет фортифая до этой лиги фортифая работал плохо и вообще все милишники вообще страдали я вообще не понимал как то можно было играть на этом бон шаттере и вот с этой лиге уже этот мир начал и вот в этой лиге я его сделал там по моему середине лиги у меня в этой лиге был молотом и вот с этой лиге я его начал развивать изменили melding в это или тоже или в прошлой лиге и учеба у меня слетели макс срезы я начал делать чем по на летал прайде а потом у меня пришла идея собрать жага на летал прайде потому что джаг страдал по физе очень сильно а так как играешь с любой пурить и у тебя на в очереди открывается этот физ конверт можно было брать пурить и fire там 10 физ конверта и допустим д д под прайдом либо инкрес физа под прайда а еще и летал прайд когда ты ставишь какое-то место ты можешь еще и ноды найти на летал прайде 5 физ конверта потом в этих же лигах они изменили мод на тушке раньше был мод на тушке экстра с потом они ввели мод физ конверты и получается вот это все в сумме потом так все быстро сложилось и вот стой лиги этот гир уже мог играть просто лютейший я его начал изучать вообще не было на хуй ни на одном сервере блять не на хк вот именно так как собран я кто-то там собирал 200 тысяч армора да это бесполезно нужны макс резы либо мэлдинг блять кто-то там сапресс да это тоже полная фигня ну же нахуй летал прайд либо потом вели уникальный амулет тоже неплохо челы собраны собираются через уник амулеты и через сапресс тоже вариант хороший но у него вариант слабший для дел во например для уберов вариант крутой потому что там дает уник амулет элементал редакшн хороший и плюс сапресс в сумме такой вариант тоже работал но для дэлва он не работал а так как я рыл дэлф я собирал вон налетал прайде но если пья туда накинул еще и сапресса бы туда то он вообще бы также бы танчал бы все ну а вот и все и получается год скажем так этот гир играл да может чуть больше сейчас все она слаб так что если вы верите в чудо что у вас будет все круто то такого уже не будет все она слаб а если она слаб то у меня и нету стимула этим играть я говорю как есть с точки зрения не ваших интересов о вам там нравится буншата с точки зрения цифр а если цифры меньше и они просели там в два раза нахуй ладно дипс еще и дефенс у него просел вообще жесткая когда вышел на мапу блять мне стало прилетать блять жестче чем слэеру я такой думаю до кого регена то нету ты вся физой не можешь бить потому что вот нету у тебя куча травм но у тебя зато до какой-то разовый урон там для маппинга нормально с этой комплекс траммы то есть по итогу вот моей голове не состыковка а раз моей голове не состыковка то то у меня и нету стимула играть и советовать тем более но играть будет видите 40 я уже сука травм на стакал это хк лига блять это я еще даже здесь собран без форбиденов вообще без всего это просто это хк гир просто посмотрите дипс какой был у меня на хк это с учетом что здесь дефенс было вообще лютейший блять вот и вот он быстрый бон шатер вот она чарка 40 трамп мэйвана хк уехала отдыхать 200 лайф если без уда блять засунул нахуй как на софте это мэйвам бы ушла бы за 2 секунды плюс перчи поднерфили на sustain rage видите я и рейджи тут регеню я им даже танчил слэм мозга нахуй на хк вот обычный мэйван кто блять на хк танчит слэм мозга вот у меня есть видос да я тачил слэм мозга чисто по приколу не убит ну вот теперь альтернативу которую я лично думаю ну и вот еще наверно мой тоже один из вариантов посмотрим как там чё будет да это тогда вот тоже как вариант стартовать на слэре и делать убер трикстера один мой из вариантов гира я уже настраивал таким образом чармы да я ему поставил но они там никак вообще не влияют там на ну то есть это там не имба один из вариантов но это уже супер максы так что как бы ну один из вариантов но гир лютейший просто сука лютейший вообще даже получился местами лучше молтона да местами получился лучше молтона но вообще и молтона можно собрать через этот гир вот чем почета дипса много слетает винт стакера но дам потом попробую переделать не знаю от молтона буду отдыхать чем так что вот такие пока мои варианты ну не корон не корон в любом случае работы там лик стартер крутой но не кором я что-то вообще наигрался буду покорять милишников так что такие пока мысли до патч ноутов дальше чё дальше я не вижу смысла каких-то смотреть лик стартеров бойник меня устраивает некор у меня готовы чё там еще для себя я не знаю лучше чем эти лик стартеры нету для моих задач для моих целей для софта которые будут разнообразные да там и для delva и босса закрыть или там фармить инвайты или там мапу там карабченные эссенции клир чтоб имели то есть моем личном понимании больше нету ну вот то есть либо джак шаттер либо slayer шаттер ну и вот вариант на трикстера если чё-то не изменят не занерфит пока такие мысли но опять же пач ноут может изменить один гир дать другой гир она как-то знаете так а это молтен блять у меня другой гир нихуя этому мне у меня у меня другой скилл но то есть но занерфит одно могу дать другое занерфит а дать другое ну занерфит это ну и ладно чё значит не буду делать может сделают другой гир чуть попроще там еще есть варианты так что как бы ждем пач ноут но любой гир я сразу вам ребята говорю то что вы скажете о да пач ноут и там делаешь да мне вообще без разницы на пач ноут я могу после пач ноутов сделать для 15 гир а только чё толку из этих 15 12 будет к личные блять просто для галочки а 3 будут такие нормальные да я делаю мало гиров потому что тесты у меня лютые и стимула у меня нету блять сделать хуже гир я могу сделать заморочиться если мне дали я вам сделаю 10 лик стартеров более-менее адекватных на разных скиллах могу сделать на джаги несколько вариантов в одном и том же блять билде где будет меняться пару линков но просто зачем вот если задаю вопрос зачем и другим если есть более крутые сборки которые меня вдохновляют меня блять не вас и меня вот а если меня это вдохновляет так поэтому я и делаю самое такое то что для меня лучше с точки зрения то что мне это нравится как скилл и с точки зрения цифр все а уже делает выбор каждый играть там на чем там играть вон на берсе наху кто-то на берсе стартует через без ну как они там кличет но тот кто опытный чел этот то шарит вот в этой сборке за счет там довольно с энергии дипса вот кто-то кто им играть умеет опытный чел он даже на этом стартанен потому что там дипс хороший и у кого-то если задача есть стартануть на берсе под какой-то там специфический вид фарма и это тоже вариант рабочий но если вы взяли допустим берса у этого чувака у опытного у вас нету опыта вы не знаете дюанса и собрались блять им пушить шахту например да или там инвайты так ребята вы тоже должны понимать у каждого билда есть плюс есть минус я например делал некра когда у меня сразу этот некор был заточенный для делва и доход для инвайтов хоть для боссов вообще для всего не все гиры могут выходить резко в какие-то контенты если вам нужен просто маппер просто закрыть атлас и вам вообще пофиг на все остальное то билдов балом балом можно найти много но если вы собрались уже быстро выходить в сложные контенты быстрый пуш атласа карабченные там эссенции блять может блайт и там ну вариантов но в дел вы хотите забуриться быстро там на 500 может симуль под симуль вообще надо специфически это вообще отдельный билд будет он только у вас будет сидеть в симули скорее всего и больше нигде но в редких случаях добывает и симули вообще может быть гир то есть просто для себя определитесь что вам нужно и стремитесь к этому гиру а брать тут берса блять и пытаться рыть делф ну конечно у вас не получится и это нормальное явление в этом ничего нету как бы необычного и сказать что это плохо но я тоже не могу сказать что это плохо он под какой-то вид фарма тоже может фармить хотя я берсом за свои четыре плюс года ни разу не играл вообще ни разу но я не могу сказать что это плохой гир у него есть свои фишки у нее свои нюансы но если бы у меня стояла бы задача сделать какого-то берса более-менее нормального то я бы и берса бы мог сделать но просто он не подходит под мои виды фарма поэтому я этот гир просто ну не рассматриваю он нейтральный для меня он и неплохой нехороший вот и все так что наверно более оценивайте билды глубже блять